ну вот смотрите сами вот калитка от нашего отеля дорожка под соснами шишки на деревьях вот большие висят и вот так вот мы идем каждый день на пляж получу камеру вот смотрите сами уже сейчас воздух офигенный обалденный класс сейчас выйдем на море я слышу там по моему ездят трактора чистят разравнивают песок на пляже сейчас без 10 7 утра сейчас мы пройдемся здесь погуляем посмотрим как она там все красиво сейчас будет ну как бы мостик я называю мостиком потому что около до дорожки построены перилки хотят от мостика никакого нет сейчас посмотрим ездит маленький трактор заравнивает песок рыхлит и сразу же заравнивает и ты получается утром выходишь и елки-палки но все чисто красиво хорошо цивильно сделано обалденно вот дядечка побежал народ прогуливается сейчас подойдем туда ближе к воде вон там дальше видно по полосе этой трактор ездит рыхлит песок и тоже заравнивать его чтобы и песок не слеживался и чтобы мусора не было потому что мусор они тоже собирают сейчас на улице плюс 26 градусов тепла честно сказать но не вот ну вот не чувствуется этой погоды не чувствуется этой верни температуры легкий такой ветерочек солнце уже светит да вот когда выходишь на солнце ощущается тепло причем хорошо ощущается это тепло а вот именно чтоб такая температура которая сейчас буквально через час поднимется еще градусов на 6 то есть 8 утра уже будет я не знаю 8 утра уже будет по моему градусов 30 и выше и выше и выше она пойдет то это уже будет действительно ощутимо так как вчера мы после беда вышли в три часа мы вышли вчера на пляж было плюс 36 это действительно было ощутимо вот павильончики так подушки здесь убрали вот видно хорошо видно такой вот скажем так общественный павильон в который приходят многие люди имеющие просто зонтики вот эти вот обычные зонтики шезлонгами они приходят иногда отдыхают в этих павильонах но тут не полежишь тут просто можно посидеть а а вот я близко не стал снимать этот трактор потому что он шумит сильно шумит и вот что я хотел еще сказать здесь пляж полностью не курящая зона тут даже днем объявляют радио по мегафонам что пожалуйста у нас на пляже запрещено курить если у кого-то возникает непреодолимое желание смакануть одну другую сигаретку есть определенные места за пляжем пожалуйста выходите не портите настроение гостям того самого пляжа и так далее на нескольких языках на немецком на английском на итальянском и вот да раньше как-то вот было лет сколько десять назад было неприятно ты лежишь на шезлонге ты отдыхаешь и тут кто-то припирается начинает шмолить или свою сигарету ли блин воняет этой дрянью так что блин невозможно блин находиться на пляже и видно люди жаловались или еще что не знаю вот самокатики стоят и они приняли решение несколько лет назад полностью сделать этот пляж зоной для не курящих вернее не курящий зон или а свободное от курения вот скажем так я уже забываю как это правильно называется и действительно отдых отдых удовольствие отдых удовольствие смотрим смотрим солнышко встает народец бегает а почему народец бегает потому что вчера наелись пиццы ходили по ресторанам теперь нужно скинуть лишние калории которых чисто случайно набрали я вот сейчас смотрю здесь иду и смотрю ищу знакомых ящурков маленьких гекконов ищу потому что здесь вот по утрам они сидят выползают из-под этого помоста и гуляют отдыхают тут но сейчас что-то их не видно ну ладно идем обратно идем обратно в апартаменты вот я говорил мостик это не мостик это такая дорожка с перилами я взял с собой свою кофеварку приехал сюда хорошо что я взял обычную они для капсул я хотел взять кофеварку для капсул да на полном серьезе елки-палки я удивился тому что здесь маленькая эспрессо вот это вот джизлочка новая абсолютно новая и плюс еще хорошая кофеварка стоит ну я позавчера себе делал эспрессо блин чашка маленькая получилось это они тут привыкли пить эспрессо там 12 глоточка и все я если пью кофе так я пью кофе елки-палки чтобы напиться вчера уже делал себе кофе в кофеварке хорошо кофе я взял с собой с дома здесь покупать я не хочу потому что я несколько раз брал итальянский кофе и что-то мне не понравилось потому что при ферментации они они не удаляют вот этот лишнюю кислотность лишнюю вот это вот горечь которая остается в кофе и и вы получается пьете мне какой-то непонятно блин кисловатый горьковатый напиток а он не особо вызывает интерес и не особо привлекает к себе поэтому я взял с собой с дому кофе и завариваю вот так ну что ж идемте завтракать народ просыпается город просыпается ну вот давайте мы сейчас еще раз посмотрим вот давайте мы сейчас еще раз посмотрим вот это это наша сторона буско конора резиденция пять звездочек телефон адрес в интернете если кто желает и рядышком нас другая сторона этого же апарт отеля называется каста-рика эко-резорт вот я специально для вас qr-код кто хочет пожалуйста сканируйте заходите смотрите приценяйтесь вот вам их адрес в интернете приценяйтесь смотрите а вот кому понравится войск кто-то захочет сюда приехать красота красота цикады пока спят когда дикая жара они шуршат как ненормальные круче чем кузнечики в тысячи раз вон там на балконе открыть зонтик это наш зонтик красивенько такой нежно-розовый цвет у этого дома цветочки 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 класс вот если кто-то еще вдруг прозевал информацию вот смотрите прямо здесь на коврике написано название нашего апарт-отеля уже почти 10 часов утра небо абсолютно чистое солнце можно сказать уже жарит не просто светит а именно жарит и вот в это время желательно если вы вы хотите на пляж мазаться различными кремами против ожогов солнечных вот посмотрите этом я еще не дошел до центра города и вряд ли я туда пойду потому что мне не хочется идти среди огромной толпы людей но тем не менее там вот это все отсюда до издалека видно сколько там людей здесь у нас сейчас ну народ просыпается кто по ресторанам пошел позавтракать кто куда и зонтики здесь еще не все заняты они в принципе никогда не бывают все заняты это за редчайшим исключением может быть когда супер сезон июля или еще что-то не знаю а так вот сегодня пятница завтра на пляже будет скажем так ну практически никого не будет потому что очень многие туристы приезжают сюда по субботам и в субботу они должны выезжать сдавать или гостиничные номера или сдавать апартаменты и естественно это время субботу с утра никого здесь не будет а вот пляжный магазинчик они уже раскрылись написано что только итальянская мода итальянские кутюрье и так далее в принципе все это то что написано в этом можно не верить потому что половина вот этих вот платьев которые здесь висят я уже снимал видео я уже показывал что это индийские тайские вьетнамские платья и соответственно в магазинах вот этих вот индусов вьетнамцев и так далее они продаются просто здесь берут тем что люди выходят на пляж может быть первый день приехав или второй еще не успев погулять по магазинам могут купить здесь или плавки или купальный костюм или платье то же самое если женщины ну и цена соответственно немножечко выше чем в пляжных магазинах и тут с ними сторговаться ну блин практически невозможно а вот идет человек продает змеев воздушных и как минимум один раз в час тут по радио объявляют о том что покупать вот этих вот пляжных торговцев нельзя ничего потому что если поймает полиция вы в первую очередь подвергнетесь штрафу в 1200 1300 евро ну а реализатор что реализатор тут как говорится рука руку моет если он попался он говорится с какого магазина те накладывают определенный штраф на этот магазин магазин платит этот штраф если он платит его сразу то штраф получается на 25 процентов дешевле чем если бы через какой-то определенный промежуток времени он заплатил хозяин этого магазина а на следующий день этот реализатор опять на пляже опять бегает пытается продавать или своих вот этих змеев или очки или браслетик или еще какую-то ерунду так что с этим нужно быть немножечко скажем так осторожным чтобы не вляпаться в неприятную историю вот какая чистая вода чистейшая море наконец-то совсем успокоилась после этого урагана в понедельник волнение во вторник в среду чистейшая вода и вот уже какой день ни одной медузы не выбрасывает на берег ни одной что-то я не припомню ни одного года чтобы весь регион на пляже не было медуз я выходил раненько утром в половину седьмого прогуляться по пляжу просто заснять сам пляж море и так далее и тоже я не видел медуз вообще не было вот сейчас скажем так спустя четыре часа после того как я утром прогулялся чистая чистая вода и не намека на этих медуз кстати крабов тоже не видно на глубине когда плаваешь или там заходишь подальше в воду они тебя кусают за ноги паразиты какие кусают но обычно бывало такое что помимо медуз еще или панцири от крабов вышибала которых чайки грызут или так крабы бегали по пляжу по пуску по мокрому сейчас нет вообще этих крабов не знаю может быть вечером если прогуляться по пляжу может быть вечером мы их увидим этих крабцев но по крайней мере сейчас не видно живности никакой рыба подходит к берегу да это я вчера видел только я подумал а куда же подевались селедочки которые всегда плавали около берега только я подумал меньше чем через минуту мимо меня проплыва целая стайка мелких рыбок каких-то так что смотрим все в порядке смотрим все в порядке вот смотрим опять на зонтике кое-кто вышел позагорать кое-кто может быть еще спит после ночи после ресторана сегодня там радио объявляли что в 9 вечера на площади около лунопарка будет там какой-то концерт вход свободный там какая-то рок-группа приезжает устраивают тушню будет шумно гамно ну я честно сказать я бы пошел снять вот это вот чуть-чуть этого видео именно для ютуба но слишком вот эти вот суммы что-то я уже не знаю не знаю это подумаю я еще подумаю тут сразу видно кто приехал допустим сегодня или вчера а кто приехал несколько дней назад или недели там две потому что белые люди это или те кто не хочет загорать совсем или тот кто только что приехал коричневые в основном это вот работники пляжа которые выдают катамараны вот эти вот доски паруса для серфинга или катают людей на этой черной жемчужине на кораблике вот нормально загоревшие уже те кто как минимум дней 5 здесь находится катамаранчик спасателя сам спасатель сидит тут на вышке под зонтиком вот это красиво такой вид красивый конечно снять вот так вот фотографию сделать широкоформатную фотку как картину и на стену повесить будет смотреться красиво вот так красиво да мне тоже нравится ну я иду сейчас к себе обратно к самому павильончику там завалюсь и буду уже изнывать от жары потому что я на солнышке сейчас еще немножко обгорел ну как пока это еще не чувствуется что ты обгорел это чувство придет после обеда когда нужно будет надевать на себя какую-то одежду чтобы идти в город погулять по магазинам или где-нибудь посидеть вот тогда действительно будет чувствоваться пока солнце палит но легкий слабенький ветерок и ты не замечаешь что ты начинаешь обгорать обалденно вообще-то вообще-то классно вообще-то просто это все классно провести отпуск даже хотя бы одну недельку вот так вот приехать на море не важно будь то адриатика средиземные черное или море лаптевых не важно главное отдохнуть подышать морским воздухом я вам помню на баренцевом море дышали морским воздухом несколько лет подряд и летом купались в этой воде на баренцевом море водичка круглый год плюс 3 вот там действительно блин можно закаляться на солнышке там не обгоришь потому что там нормального летнего времени в наших понятиях всего-навсего две недели это в начале июля где-то вот первая неделя июля 2 3 и все а водичка скажем так хорошо освежает на баренцевом море но с годами я обленился стал таким же блин ленивым как тюлень и начал выезжать на южные скажем так моря там где водичка чуть чуть теплее так если на баренцевом море вода плюс 3 летом то здесь вода плюс 23 так что тут уже можно немножечко больше отдыхать но народ уже народ уже выходит вот павильоны которые принадлежат нашему апарт-отелю очень мало народу я вот не могу понять тех людей которые приезжают в отпуск на море и практически все время проводят елки-палки около бассейна объясните мне в чем смысл такого отпуска приехать на море даже не выйти ни разу на пляж но все время провести на бассейне какой в этом смысл я так понимаю что в каждом городе есть бассейны и комплексы сауны и те же самые дискотеки театры и пиццерии так зачем тогда ехать на море если ты не хочешь на этом море плавать пример или даже просто загорать вот такая прозрачная вода чистая прозрачная теплая обалденная вода кораблик вот этот черная жемчурина уже поплыл с людьми вот сейчас как раз видно ракушек можно и краба увидеть после того что действительно вот было волнение на море нифига не было видно на дне но сейчас вот пожалуйста смотрите смотрите ищем в воде крабов крабов селедочек медуз я даже не знаю в такой чистой воде вряд ли что-то сейчас можно поймать ушли они куда-то от берега эти звери все еще один момент я себе на день рождения купил новые ласты примерно такие как раньше делались у нас фирма о рыба 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 блин рыба вот рыба рыба блин пропустил примерно такой же фирма как у нас делались раньше ласты акванафт я купил себе эти ласты приурочил их к своему дню рождению как подарок от семьи но так еще ни разу в этих ластах тут не плавал может быть завтра когда отсюда половина города туристов свалит я чтобы не позориться возьму эти ласты и выйду сюда и поплаваю на море в ластах это как у меня сейчас вспомнил одноклассник один говорил когда мы еще выходили с ним живя в кишиневе на озеро комсомольское озеро там у нас было после работы шли искупнуться потом домой и вот этот одноклассник мой товарищ говорил слушай ну что ты все время с ластами я вот ты знаешь говорю я я без ласт как без рук ремня я уже привык класс там я плыву в ластах как наш так рыба он ой дай-ка мне попробовать но он взял делать и ласты на себя чуть не утонул в озере ну его нафиг я чуть не утоп поэтому тебе ласты не нужны я забрал у него эти ласты ну это просто как кто как привыкает так как я не умею плавать нет пять метров по лягушачьи я проплыву и даже за эти пять метров проплытые по лягушачьи даже за эти пять метров которые я проплыву по лягушачьи я могу заработать чемпионский титул из-за меня будут играть гимн той страны в которой я заработал этот вот так ерунда всякая поэтому я сейчас самой школы я просто как-то купил в спорт товарах ласты себе попробовал и елки-палки мне понравилось мне понравилось и я понял что да если я не умею плавать могу окунуться вот так вот посидеть в воде типа я плыву да типа я плыву сам ножками как лягушка перебираю по дну это не называется плавать ну не всеми же талантами должен быть наделен человек который допустим живет все время на суше да и видит это море блин раз в несколько лет скажем так на бассейн у нас в городе не особо мне нравится ходить последние годы вот все 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 граждане все старею старею поэтому название моего видеоканала на ю тубе уже соответствует действительности вот так кепку вот так убрать чтоб было мои честные глазки видно хорошая вода хорошая вода обалденная вода сейчас вот приеду из отпуска и буду постепенно монтировать выкладывать на канале тоже чтобы как было в как воспоминание для вас для меня о проведенном в италии отпуске он кстати рыбка поплыла под водой когда вода чистая когда вода прозрачная видно вот здесь на рыбку вот что-то вот сейчас я попробую или это ракушка сейчас ее достану и посмотрю выудил вот полная ракушка целая моллюск закрытый отпустим его пусть плавает пусть плавает потому что не хочу его есть я просто не хочу его есть и рыбочки плавают здесь вот недостаток камеры сотового телефона в том что он не может передать некоторые картинки некоторые моменты которые ты допустим видишь глазами или видеокамерой скажем так но видеокамеру брать в море во первых нужно чтобы была хорошая видеокамера а у меня скажем так чисто бюджетный вариант из серии сам себе режиссер вот это специально для тех кто привык цепляться ко всему как перфекционист типа сапожник почему у тебя горизонт завален я художник я так вижу вот и поэтому я снимаю как могу снимаю на что могу и предоставляю вам возможность оценить мои видеоработы типа я плыву до художник с ними меня типа я на охоте да вот такие типа я плыву как бы валяюсь там на воде отдыхаю загораю вот сегодня вот действительно вот сегодня классно сегодня классно красиво красиво как там выражаются ландшафт ненька парус я наверное все таки действительно сделаю так что из какого-то видеоклипа который я снимаю сделаю одну фотографию то графе вот с этими парусниками с этими серфингистами и повешу на стену красиво будет напоминание отпуске проведенном на адриатике кстати вот по поводу вчерашнего посещения базара который был у нас здесь в районе города район называется лиду дель соль мы на этом базаре я уже говорил вот повторяюсь опять купили пятилитровую банку вот эту вот бутыль стеклянную вино это мерло каберне не захотел брать потому что каберне по сравнению с мирло немножечко немножко кислее я уже стал немножко опытнее в этом отношении если дегустировать так уж дегустировать по всем правилам чтобы чувствовать не только запах вкус но и тот букет всех ароматов собранных в этом вине скажем так и вино вино хорошее вино хорошее вино легкое нормальное как говорят в некоторых случаях не обязывает ни к чему то есть можно и с мясом с рыбой с пельменями кстати с пельменями пельмени это вообще супер а вон спасатели малибу сзади меня вот вот сначала утром человек сидит на своей вот этой вот вышки а потом после 10 часов берут свой катамаранчик и выплывают в море разжился разжился ракушечками чистенькими видно или краб съел потому что если ловит чайка эти ракушки то она их разбивает это скорее всего съел краб потому что ракушечка лежала из двух половинок одна у другой рядышком а а а а а